итак я приветствую вас всех мои дорогие друзья и зрители начинается новый видеоролик который вызовет у нас огромное количество интереса внимание и сегодня мы поговорим на такие темы так что же реально происходит в мире вокруг нас в данный момент и рассмотрим одну из версий очень важную версию которую я рассматриваю как одну из основных все дело в том что с тех пор как начались вот эти наши катаклизмы во всем мире в том числе и в россии производилась работа до этого как я предполагаю что спутники в огромном количестве которые запускали сейчас в космос с помощью компании илона маска и оказывается других компаний именно эти спутники возможно и повлияли на наш сегодняшний мир и окружающей реальность есть прямой конкурент компании spacex илона маска английская компания one web сейчас мы немножко с ней познакомимся посмотрим видеоролик зайдем на ее официальный сайт на страничку youtube все изучим и потом в конце видео подойдем просто к шокирующим выводам и информации которую вас всех вызовет огромное недоумение и может быть немножко раскроет суть происходящих сейчас вещей друзья я зачитаю небольшую информацию и мы двинемся в наше путешествие итак начинаем как работает one web 9 марта 2020 года компания hugus мировой лидер в области широкополосных спутниковых сетей и услуг и one web глобальная коммуникационная компания с миссией обеспечить подключение к интернету для всех и каждого во всем мире объявили о том что hugus стал всемирным партнером по дистрибьюции для one web но чтобы не вдаваться в подробности очень далеки мы сразу же с вами перейдем на их страничку официальный сайт у них всего 1080 840 подписчиков есть видео официально выложен что же такое one web мы сейчас посмотрим все оценим и уже тогда начнем делать наши выводы которые будут просто шокирующие видеоролик будет на английском языке я буду немножко переводить и объяснять но тут и без перевода будет все понятно и так смотрим друзья начинаем они собираются в 2021 году объединить огромную сеть спутниковых систем который соединит нас всех и даст возможность пользоваться интернетом людям не только в каких-то местах но и в самолетах везде везде вот такие вот тарелочки будут стоять на земле приемники на них будет поступать лазерный луч лазерный луч из космоса как они хотят сделать из вот такого вот спутника он будет не один вокруг земли будет огромная сетка этих спутников друзья вот их производства как их делают это не спутники илон маска от компании one web который производит их компания основана в англии и у нее много партнеров в том числе и airbus компания здесь они рисуют нам землю белую и вот самый интересный кадр вот здесь мы посмотрим внимательно вот здесь написано 2021 год количество спутников 648 но их будет больше то есть вокруг всей земли помимо вот этих вот цепочек которые змеи сейчас летают в космосе мы видим ролики на орбите илона маска компания one web запустила еще свои спутники и очень успешно сейчас мы об этом узнаем и запустила на кстати их с российского космодрома байконур вторую и третью очередь то есть оказывается это в прямом взаимодействии с россией потому что они очень сильно акцентируют внимание что эти спутники почему-то очень сильно нужны россии и как будто мы не проживем без интернета в труднодоступных местах у нас в принципе все города окутаны спутники не спутниками интернетом и можно и спутниковым интернетом пользоваться и широкополосным через телефон модем 3g любые зачем нам еще интернет непонятно соответственно все это делается не совсем для интернет чтобы понимали их задача окутать весь земной шар вот такой вот сеточкой запомните эту картинку потому что от этой картинки все что мы сейчас видим будет строиться весь наш видеоролик и основная цель видео о которой вы узнаете в самом конце вы видите землю пусть она круглая неважно сейчас форма неважно сейчас и к крутится она не крут центр мира просто нам показывают мир наш землю и укут окутана вот такой цепью паутины и спутников которые все между собой соединены невидимой нитью смотрим дальше вот такой принцип действия то есть высота 1200 километров слишком большая высота я не думаю что они так полетят здесь у них вот смотрите есть еще высокий спутник станция основная как вот мкс вообще очень далеко на большом расстоянии тут уже расстояние сейчас мы посмотрим на 35 километров расстояние то есть 1 вот эти спутники вот вокруг земли 1200 хотя они будут летать на 400 где-то 500 и вот на 35 тысяч километров хотя тут эту основную станцию в эту картиночку пожалуйста запомните своей голове выясните потому что вся информация будет основной чуть дальше и она повторится и вы поймете смысл всех этих спутников и чего они добиваются вот они рассказывают что скорость их интересует самое главное что так они стараются ли земле зона покрытия вот например над аляской такими квадратными полосами будут ездить и сканировать всю всю поверхность можно сказать своими лучами но в принципе нам не столь нужен сильный этот интернет он у всех есть зачем его еще усиливать особенно для россии а вот то дальний спутник как они показали сейчас видите этот вообще бьет на очень большое расстояние и охватывает вообще огромное количество земного шара через эти маленькие спутники безумная сеть безумная система но основное предназначение конечно не интернет как лично я думаю а что-то намного страшнее и опаснее для всех нас возможно это уже и началось лондон показан разная вирджиния америка и вот они везде оккупированы в цепочку огромное количество спутников которые подают сигналы и вроде бы распространяют интернет и еще рассказывают нам что этот интернет будет бесплатный ну конечно же никто не будет такие суммы в бухевать чтобы за это не получать денег там они три с половиной миллиарда долларов уже вложили видите везде антенна у них стоят по всему миру в том числе стоит антенна у них и на северном полюсе и вот вся зиме земля оккупирована со всех сторон и дома вот как будто мы сидим смотрим привет и можем друг другу передавать вот все скажем для людей для земли чтобы было удобнее пользоваться но мы и сейчас неплохо пользуемся интернетом зачем нам конкурент он не будет стоить дешевле он будет по скорости точно такой же сейчас есть интернет у всех дом в больших городах даже в деревнях зачем хочет английская сеть войти тоже как илон маска оккупировать всю землю основное предназначение мы узнаем чуть чуть попозже видите в том числе какие-то закрытые ангары они здесь изображают зоны везде везде даже самолеты будут передаваться летать во всех направлениях в общем в это великий прогресс для всего человечества вот эта компания one web вы ее запомните пожалуйста очень хорошо потому что она для нас на самом деле очень важна друзья теперь мы чуть-чуть познакомились с ней почитаем что же она делает она создает созвездие низкоорбитальных спутников вану веб расширяет предложение услуг hugas и обеспечивает обеспечит своим клиентам доступ к низкоорбитальным высокоскоростным соединением где бы они ни находились мы вступаем в новую эру глобального спроса на подключение который может быть удовлетворен только за счет сочетания разных сервисов передачи данных включая наземные геостационарные и низкоорбитальные спутники ван веб дополняет наш портфель услуг по настоящему глобальным охватом вот это зим на земле будет лондон 9 марта 2020 года в этом месте друзья в марте 2020 года компании intelian мировой лидер в области антенных систем мобильные спутниковые связи подписала контракт с ван веб на изготовление пользовательских термила терминалов для использования в сети ван веб вот так они будут оба по всей земле выглядеть потом рассказывается еще о партнерстве с разными компании ими мировыми лидерами руководитель ван веб и сателлит в 2020 году заявили что их компания интенсивно работает над абонентским терминалом компания рассчитывает начать предоставлять сервис с высоких северных высоких северных широтах концу этого года с примерно 300 мили 650 спутников то есть даже северные широты но это они акцентируют внимание на россии по словам брауна ван в просчитывает что использовательские терминалы для коллективного доступа с раздачи вай фай будут стоить 1000 1500 долларов то есть начале кто-то покупает вот эти терминалы и начинает раздавать уже частным людям как мы то есть накручивать свою надбавку цены зарабатывать деньги все это бизнес все это платные идеи вот основатель один из нее вот они даже зашли на рынок россии россиям пока что не дает добро потому что какие-то полосы будут задействовать сейчас мы зачитаем будет ли само начало связь пятого поколения 5g это очень важный момент кстати друзья то есть это будет реальные спутники будут которые имеют свои в своем начинке или начале 5g функции которые будут нас облучать это будет системе 5g ready то есть можно будет легко модифицировать до 5g но уже сейчас мы имеем задержку около 32 миллисекунд и скорость до 400 мегабит секунду то есть эта связь которые вы привыкли с хорошим соединением вот здесь фотографии вот где-то или северный полюс наш в арктике или в антарктиде вот такие тарелочки они уже вовсю устанавливают везде снег вот чем они занимаются то есть монтируют солнце встает над нашими двумя новыми антеннами телеметрии слежение контроля ттс которые необходимы для поддержания наилучших характеристик наших спутников вот антенна не ставят специально по всему миру особенно вот северных широтах то есть все это очень опасная вещь в том числе кстати российские компании тоже в этом задействует у ван веб есть совместное предприятие со спутниковой системы ганец в прошлом году ганец получил 51 процент акции в сп так вопрос задает ночью это российская компания они здесь что-то делит между собой сколько ракет со своими спутниками вы хотите запустить они все будут российскими из 18 ракет которые запланированы к запуску 17 это союз то есть наши 17 ракет будут российские запускать эти спутники one веб английский чтобы окутать всю землю одна арияна сколько времени займут запуске мы планируем вывести на орбиту все спутники до третьего квартала 2021 года рассказывается их диалог раздаются разные вопросы какой капитал вы уже привлекли и как его используйте уже мы привлекли 4 3,4 миллиарда долларов почти три с половиной мере а миллиарда долларов будем привлекать еще чтобы завершить строительство системы но публично пока не предоставляем такую информацию то есть там огромные деньги кто основные инвесторы крупнейшие это софтбанк virgin qualcomm airbus мексиканская компания группа с альянс правительство руанды вот это очень интересно мне правительство руанды а также некоторые другие спутники производят airbus one web сателлиц совместное предприятие one web и airbus то есть крупнейшие компании здесь задействованы над проектами по раздаче интернета из космоса работают еще несколько компаний например spacex илона маска am a mouse amazon amazon и другие чем one web отличается от них прежде всего мы не американская компания а европейская британская во вторых дизайн нашей системы таков что позволяет правительству чувствовать себя абсолютно комфортно в таких вопросов как контроль над интернетом передача данных и безопасность то есть не сказали вообще ничего никакого отличия абсолютно не будет только то что это британская а то американская то есть американцы и англичане решили захватывать наш мир с помощью спутников сетей и информационной атаки друзья вот официальная страничка википедии one web здесь есть очень интересная информация что здесь она предлагает широкополосный доступ в интернет английский флаг масса студентов 477 килограмм запланировано 648 спутников запущен уже 74 здесь они рассказывается рассказывать свод вокруг земли они будут вот таким образом кружить их высоты и самое интересное будет в конце вот так он выглядит спутник модель квадратика две антенны солнечных по бокам и здесь интересный момент друзья мы чуть чуть пониже опустимся уже запуске хронология запусков то есть первый запуск one web demo был 28 02 2019 космодром куру это южная в общем французская часть это южная америка союз тоже наши корабли там запускает союз стб фрегат мт потом с байконур уже были запущены смотрите 7 02 2020 то есть 7 февраля 2020 они запустили 34 спутника успех все 34 уже на орбите и совсем недавно 21 03 то есть 21 марта 2020 еще раз байконур они запустили еще 34 спутника чтобы окутать всю нашу землю потом мы здесь показаны последующие запуски космодром восточный восточный запланировано тут не определены еще название запуска но все в принципе почти что из россии и парочку запущен будет с южной америки состояние группировки испытания первых шести спутников здесь все рассказывается а теперь друзья мы увидели все эти картинки все эти фотографии и мы сравним вот эту вот сеть с очень интересные картинками с очень интересными мы есть такой фильм называется гео шторм друзья 2007 года и там точно таким же образом окутали всю нашу землю спутниками и соединили их условной линии или там какими-то связями но выглядит все абсолютно также и все это было сделано для того чтобы управлять климатом и погоды на земле то есть на всей территории нашей планеты земли будет подконтрольный климат именно для этого они были созданы как только вышел один из спутников из строя то начались огромные проблемы в разных частях мира друзья гео шторм фильм 2017 года это абсолютно та же система абсолютно тоже сетка в некоторых вот в рио-де-жанейро все стало так что люди загорали отдыхали и волна пришла со льдом в японии выпал снег там огромный град в рио-де-жанейро произошло сильное похолодание вот такие спутники люди сидят на пляжах просто загорает и идет волна волна не просто огромный лед люди просто не успевают убежать и замерзают на месте мы можем это увидеть и все это сделано благодаря всего лишь одному вышедшему из строя гео спутнику который имеет абсолютно такую же сетку как и мы видели только что у компании one web вот таким образом все это выглядит что-то вам напоминает надеюсь друзья видите вот они вот они спутники вот они и такие сети у них связаны как бы тросики но это можно делать и без тросиков а с помощью bluetooth вай фай лучей так что вот она сеть абсолютно такая же это уже было предсказано и подумайте теперь что хотят делать и илон маски и one web английская компания они хотят запускать и на на спутники и чтобы во всем мире даже в пустыне вода до такой степени поднялась что просто сделает затоп всех пустынь всех областей ужасные картины катаклизмы объединенные арабские эмираты красивый город шейхи стоят любуются морем и видом на берег и тут огромная волна приходит и все абсолютно города люди которые были там все кто-то погибает кто-то убегает но здание эти огромные красивые небоскребы все затапливается весь мир рушится только из-за того что эта система начинает не работать также и москва посмотрите лучи от этих спутников сжигают москву одна из сталинских высоток была здесь вот москва река красная площадь кремль лазерные лучи все обжигает объединенные арабскими эмираты везде наводнение потопы самый большой небоскреб в мире разрушается и вот абсолютно такая же сеточка как мы видели и one web друзья посмотрите земля окутана спутниками сетью и они управляют погодой также в индии в штатах начинаются огромные смерчи дети плачут в в других районах даже в америке молнии бьют со всех сторон и вот москва опять горит вся красная площадь весь наш кремль наши соборы все полностью повержены вот горит абсолютно пожар крыша и вот эта сеточка представлена в этом фильме то есть все это не просто так все это запланированы и мое предположение что конечно же эти спутники будут влиять во первых на погоду но это еще не все так просто эти спутники будут летая влиять еще и на нас самих и оказывать психологическое воздействие их задача основная просто соединить все в сеть или в цепь завязать затем они пойдут и сделают следующий шаг которым мы сейчас поговорим и вы сами увидите так вот фильмы предоставлены этой картинке летают космические корабли вот станция верхняя которая находится выше всего этого и туда летает корабли то есть как было и у он веб на сайте где-то далеко удаленной станции вот англия big ben мост tower товарский мост все топится испания тоже люди тут и лежат вот там на земле то есть похоже ситуация кстати как сейчас вот с нашим вирусом да друзья то есть где-то вирус где-то жара где-то наводнение очень такие ситуации и вот конечно знак оон знак оон земля смотрите здесь плоская объединенных общества объединенных наций видите присутствует вот они решают проблемы как теперь спасти нам вот эту землю все обустроить вот эту сеть как будто думает как теперь исправить погоду решается комитет большое заседание но все-таки они же сами это и придумали зачем они запускали эти спутники вы мне ответьте для того чтобы управлять нашим миром обществом и в том числе и погоды а теперь общество объединенных наций начинает решать эту проблему как мы видим земля здесь вид сверху плоская везде символы показаны потом ведь все это может разрушиться выйти строй и следующая задача это чипизировать друзья нас то есть в наши головы в наши мозги поставить такие чипы этим занимаются уже активно илон маск то есть в живые оживляют через маленькое отверстие там диаметра 2 миллиметра потом она расширяется до 8 миллиметров микрочип связывают их на нанитями с нашими мозговыми клеточками и качают оттуда просто информацию и наоборот закачивает на внутрь то есть абсолютное управление друзья нас мы перестаем быть как личности обстановимся все абсолютно роботизированы и подвластны системе мы не сможем сделать ни шаг влево не шаг вправо абсолютный контроль над обществом и миром вот к чему стремятся все эти люди и что нас ждет в будущем просто вставят на флешку в голову перезагрузить систему и мы будем иметь и носить ту информацию которую они захотят наш мозг это будет такой компьютер они лишь будут развиваться и кстати они будут иметь скорее всего тоже такой же мозг с флешкой но более развитый и мощный и независимый потому что они тоже захотят быть иметь большую память лучше соображать они тоже от этого не откажутся плюс создадут на 3d принтерах 3d органы которые можно будет менять и в итоге в конечном счете счете сами станут бессмертными а нами будут просто управлять как роботами вот илон маск представляет свои идеи выживляя чипы показывают примерно как все это выглядит помимо того что он запускает спутники следующий шаг управления погодой и объединение всех людей под контроль это очень активно сейчас ведется и ближайший в этом году даже 2020 уже запланированы первые опыты на людях хотя я думаю уже конечно на живых существах ну на собак обезьянных они уже проводятся в итоге мы просто будем подключены к общей системе получать через вай-фай какие-то передачи данные также общаться между друг другом даже не с помощью голоса с помощью bluetooth вай фая на расстоянии и уже мы совсем запутаемся кто мы люди или терминаторы или машины будет у нас вид такой непонятный вшитые датчики а в итоге мы вообще все превратимся в роботов или терминаторов вот такое вот видео вот такое послание у меня к вам друзья пожалуйста задумайтесь над тем что происходит в нашем мире и к чему может привести то что сейчас нам показывают по телевизору запускают в космос и какой информации нас насыщают будьте просто более внимательны ищите правду и старайтесь получить только ту информацию которую вам пригодится в жизни до новых встреч друзья смотрим видосики поехали и пока бум